В Черкесске торжественно открыли первое стационарное отделение реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья Росинка. Теперь у родителей есть возможность, не выезжая из республики, помочь пройти профессиональное лечение своим детям. Альбина Куроченова-Кенжева подробнее. В соответствии с поручением главы Карачаева Черкесии Рашида Тимрезова, в республике торжественно открыли первое стационарное отделение реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья Росинка. Теперь дети будут проходить лечение и восстановление организма в комфортных условиях с двухнедельным проживанием. Одновременно в стационаре смогут находиться 20 детей и 20 сопровождающих их взрослых. Центр оборудован великолепно. Все, что нужно здесь для работы и сейчас для внедрения реабилитационных программ уже есть и будет развиваться дальше. Я от всей души желаю нашим родителям и их деткам, чтобы они смогли достичь задачи по оздоровлению, по выздоровлению или по оздоровлению, где это возможно. И в этом направлении мы изо всех сил будем помогать. И работают будут осуществлять Министерство труда совместно с Министерством здравоохранения. В нашей республике создаются условия, чтобы семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья могли получать доступную и качественную социальную помощь. Благодаря опеке соцработников ребята с ОВЗ получают полезные навыки, поддержку и заботу. Родители замечают положительную динамику в лечении своих детей. Представители правительства республики обсудили с родителями детей с ОВЗ социально значимые вопросы в неформальной тёплой обстановке. Помогает нам здесь. Очень хорошо. У нас и рука стала лучше работать, и нога стала лучше работать. Спасибо всем здесь, кто с нашими детками занимается. Мы очень довольны всем. Весь персонал очень верливый, приветливый. Мы рады, что мы второй курс только проходим. Рады, что мы здесь находимся. Мы очень благодарны. Я очень благодарна этому центру. Девочкам, кстати, очень хорошо. При Росинке функционирует домашний микрореабилитационный центр для восстановления на дому детей-инвалидов. Данный проект получил грантовую поддержку на федеральном уровне, за счёт чего приобретено оборудование на 4,5 миллионов рублей. В перечень вошли программно-аппаратные комплексы, ходунки, тренажёры, ортопедические велосипеды, средства альтернативной и дополнительной коммуникации, электронные устройства, развивающие оборудование, приспособления для лечебной физкультуры. Было решено совместно с Минздравом в будущем как можно быстрее упростить вопрос сбора документов для получения направления в лечебное учреждение. Альбина Курочинова-Кенжева, Вести, Карачаево, Черкесия.